Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ристоратор, звезда канала СТС Александр Пилькович Номера становятся зрелищнее Количество участников уменьшается А угадывать их все сложнее и сложнее Неизменно одно Каждую неделю один из героев снимает маску прямо у вас на глазах Это грандиозное, загадочное, танцевальное супер-шоу Маска танцы на СТС Всем привет! Это шоу Маска танцы на СТС Проект, который каждую неделю собирает у экранов любителей танцев и фанатов загадок Но и мои поклонники сегодня тоже здесь Потому что веду это грандиозное шоу Я Юра Мазыченко А кто же эти поклонники? Да вот они все пятеро передо мной С удовольствием их представлю Он часто вскакивает со своего места, чтобы поддержать участников во время их выступлений Постоянный танцевальный партнер наших масок Симпатичный, эмпатичный Тимур Родригес Вчера диско-шар, сегодня уже морской конек и пугало В нашем шоу она меняет своих фаворитов, как Екатерина Вторая Императрица жюри Клава Первая Кока Его танцы, как птенцы голубей Их никто никогда не видел, но они явно есть Тайный танцовщик и явный юморист Сергей Светлаков Она честно пытается разгадать наших участников Хотя могла бы устроить вечеринку для всех своих друзей-актеров И посмотреть, кто как танцует Дарю эту идею вам Мария Горбань Процитирую великие слова живого классика современной поэзии пугало Он может прыгнуть выше гор Кто это? Конечно, Дружинин Егор Что тут еще добавить? Только ваши аплодисменты Егор Дружинин Кстати, я тоже ваш фанат Сердечко, это вам Мы начинаем седьмой выпуск шоу «Маска-танцы» Сегодня свои танцевальные номера покажут 9 таинственных масок В финале выпуска зрители в студии и наше звездное жюри решит, кто же снимет маски Как обычно, наши маски разбиты на группы С удовольствием представляю первую тройку загадочных участников Космос всегда был полон загадок для человечества А наша следующая маска еще больше их добавила Сейчас выйдет и в очередной раз пустит звездную пыль нам в глаза Сатурн Привет, Сатурн! В общем-то... Здравствуйте, здравствуйте Слушайте, на планете Земля так быстро летит время, что я практически не заметил расставания с вами Знаете, на чем вы остановились в прошлый раз? Я хотел вам рассказать про своих детей Вы же наверняка интересны Так вот я хочу сказать, что мой самый красивый сын по имени Пик Влюбился в певицу Конента И у них была фантастическая, замечательная взаимная любовь До тех пор, пока злая волшебница Церцея не увидела Пика и его красоту И возлеяла к нему Но Пик был непреклонен Ему не нужна была никакая другая любовь И тогда Церцея превращает его в кого? Юра, ну-ка, твои варианты А? В дятла Совершенно верно Бартишман Может быть, вы не знаете, но то, что вы употребляете на своей планете На территории Российской Федерации пока не легализовано Сергей, это ревская мифология, дорогой мой человек Никаких запрещенных средств А знаете, что самое интересное? Я хочу, чтобы мы сейчас вспомнили его первый выход А потом сразу вспомните второй, третий, четвертый, пятый и шестой Тимур, ты нас просишь вспомнить шесть предыдущих программ Мы не знаем, что он минуту назад говорил Ты помнишь вообще? Так я тебя... Чем он грузил? Я пытаюсь тебе сказать, что происходит Мы сами сейчас зависли Вот сейчас вспоминай предыдущее что-то Да хорошо, не вспоминай Что я хочу сказать? Вот там именно тот человек, о котором сказала Клава Потому что в первой программе он засмеялся Потом во второй, в третьей, четвертой И так смеется Митя Фомин Давайте наконец-то увидим подсказки Уверен, сейчас там все есть Сейчас мы все поймем Давайте узнаем, какие подсказки прячет на своей темной стороне Сатурн Шестая планета от Солнца и первая во всем По внутреннему ощущению Приветствует вас, земляне Поддержите меня Я в первый раз просто факт о себе говорю и лечу на сцену В общем, на Марсе давно есть жизнь И у нее есть имя Хорошо известное в мире музыки, которую Сатурн любил в молодости Все, лекция закончилась А полную версию вы можете послушать после моего танца Уж там я оторвусь Лечу к вам О, да! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше Субтитры создавал DimaTorzok Дальше 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 Спасибо огромное. Сегодня было как-то по-особенному атмосферно. И вместе с костюмом, и с песней, и с ребятами, которые помогали, очень круто сегодня было. Спасибо большое. Спасибо вам, Сергей. Спасибо огромное за комплимент. Я просто хочу вам сказать, что мы все это время пытались рассмотреть, что у вас там под мантией. Нас интересуют исключительно особенности вашей фигуры, чтобы понять, правильно ли была хотя бы одна из тех многочисленных догадок, которые мы озвучили. Ну, понятно. Там просто еще один Сатурн прячет. Вы в прекрасной форме, Сатурн. А знаешь, что под мантией? На-на-на-на-на-на-на, там очень хорошо. На-на-на-на-на-на-на. Сатурн, куда бы ты ни шел, там очень хорошо. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Витя, по-моему. А он идет отдыхать. Спасибо, Сатурн. Это было, как всегда, и танцевально, и познавательно. Аплодисменты нашей танцевальной энциклопедии. Ну, в смысле дети? Я татуировщик делала, мне заказали татуировки. Ну, ты что? Красота, красота. Наша следующая маска – одна из самых ярких, а ее танцы – одни из самых сочных. Всегда приходит к нам в хорошем настроении, потому что является основательницей движения «Не грусти, похрусти». Встречайте, красавица свекла. Привет, свеклка! Очень рад тебя видеть. Ты мой самый, самый, самый теперь любимый овощ. Благодарю. Как дела, свеклка? Мы очень скучали. Ой, сегодня очень хорошо. А что сегодня особенного произошло, что сегодня очень хорошо? Мне нравится очень танец, который поставил хореограф. Так давайте его быстрее смотреть. Давайте сначала подсказку узнаем. Подсказку обязательно. И сразу к танцу сделаем в этот раз так. Давайте. Давайте узнаем, какие подсказки замариновала нам свеклка. Муа! С вами самая женственная маска этого шоу. Свекла! Это не я так решила. Это жюри сказали. В последнее время мне говорят столько приятных слов. Только вы молчите. Понимаю образ, все дела. Но могли бы хотя бы на листочке написать. А у меня чисто случайно несколько завалялось. Ой, и ручки. Вот, пишите, какая я хорошая. А я пока про жюри пару слов скажу. Я со сцены обожаю их разглядывать. Мне очень нравятся их наряды. Такие стильные, модные. Особенно у девчонок. Даже переодевать никого не хочется. А ведь раньше я могла так сделать. Вот этими вот руками. Только понарошку. Ладно, я потанцую. А вы пока дописывайте. О, боже, как красиво. Я готова. Я готова. Я готова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Свекла, ты нас просто шокировала! О, Господи! Своим танцем! О, Господи! Мне кажется, надо свеклу кидать чуть-чуть подышать. Чуть-чуть подышать. Да, давайте, три минутки. Самую малость. Пойдемте. После таких смелых телодвижений я все равно вспомнила о Боге, понимаешь? О, Господи! Что я наделал. Так-то каждый может. Мурку давай. Так он и дает. Ты зашухерила всю нашу малину. Извините, Павел. Если бы сзади малина подошла, да? Свеклина! Свекла! Это официально мой любимый твой номер на этом шоу. Это было восхитительным. Я увидела целый мюзикл. И мне хотелось еще. Даже в моменте показалось, что эта песня ваша. Как будто бы вы поете на сцене. Ну, не только танцуете, но и поете. И хотелось продолжения этого мюзикла. Большое спасибо. Благодарю. Восторг. Клава, кстати, говорила, обещала коньку в финале танец, если он туда попадет. А скажи, пожалуйста, с кем из членов жюри ты бы хотела танец в финале, если туда дойдешь? Ну, конечно, с Егором. Простите, молодые люди. То есть ты выиграть не хочешь? Намеков не понимаешь, выиграть не хочешь? Подождите, Свекла. Не обращайте внимания в красный угол ринге. Подсказка, что Свекла могла бы нас переодеть. Возможно, там какой-то стилист, косметолог. Или актриса, которая, например, открыла какую-то свою линию одежды. А помните, была программа «Снимите это немедленно»? Вот сейчас в такой передаче Катя Волкова участвует. И Катя Волкова, между прочим, звезда телеканала СТС. Сериал «Воронины» сколько шел на телеканале СТС? Очень долго. Он, по-моему, продолжает идти. Он бесконечный. Вот. А вы знаете, что Катя Волкова, кстати, сказали, замужем за больным танцовщиком? Угу. Да-да-да. Катя очень хорошо двигается. А в танец передается как-то воздушно-капельным способность танцевать? Не сомневаюсь. Хотя моя жена все время напоминает мне, что муж и жена не родственники даже. Спасибо вам огромное. На самом деле номер был просто потрясающий. Мне кажется, в своем пути. Спасибо большое. Был шикарный номер. Спасибо. Спасибо за это вкусное выступление, свекла. Если бы все овощи были такими, как ты, я бы их ел, а я их, в общем-то, и ем. Следующий таинственный участник с успехом плывет по нашему шоу. И в данный момент находится в статусе текущего фаворита Клавы Коки. Плюс это или минус, непонятно. Но ясно, что тут он как рыба в воде. А он и есть рыба. Встречайте, загадочный морской конек. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, морской конек. Привет, привет. Скажи, скажи, изменилась ли твоя жизнь после того, как ты стал фаворитом Клавы Коки? Моя жизнь больше не будет прежней. Спасибо. Я так рад вас видеть. И привет. Ну привет, фаворит. Привет. А, уважаемый конек, прежде чем мы вообще приступим к чему бы то ни было, к подсказкам, к танцам, у меня к вам маленькая просьба. Хрюкните, пожалуйста. Чего? Не ведись. Почему, почему? Попросили хрюкнуть. Ну, это жюри, они блатные, надо соглашаться. А вы уверены, что вы сейчас хрюкнули, а не... А как ты хотел по храпу определить, кто это, Егор? Ну, потому что Женя Папунышвили замечательно хрюкает, особенно когда смеется. Это его фирменная штучка. Давайте добавим сюда немножко подсказки и будем смотреть танец. Предлагаю надеть маски и трубки для плавания и попытаться разглядеть по толще воды подсказки от морского конька. Привет от коралловых штиблет. Да, я угадаю. Вы здесь, чтобы услышать мою новую подсказку? А ее сегодня не будет. Ладно, шучу. Это, кстати, тоже была подсказка. Знаете, два самых популярных вопроса, которые мне задают. Первый, конек, ты кто? И второй, конек, как ты поддерживаешь себя в такой прекрасной форме? На первый вопрос вам нужно ответить самим. А вот держите ответ на второй. Все просто, жемчужину по дну гоняю. Конечно, только в перерывах между репетициями нового танца. Хотите посмотреть? А мне уже не терпится его показать. АПЛОДИСМЕНТЫ НАПРЯТСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Субтитры сделал DimaTorzok Аплодисменты Аплодисменты Кто так делает? Аплодисменты 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 мировую историю шоу-маскотанцы. Невероятно смелая и очень трогательная наша волшебница Божья коровка. Здравствуй, Божья коровка! А ты чё такая дерзкая, а? А у меня сегодня номер брутальный, я готовлюсь. Она заряжена на номер, ребята. Давайте подсказку и быстрее в бой Божью коровку пускай. Божья коровка одна из самых искренних масок. Но всё же она постаралась и спрятала факты, а себе в подсказке больно. Смотрим. Больно. Привет, мои хорошие! Мои сокровища, мои лапочки! Ох, нас масок становится всё меньше, и я так сильно нервничаю. На этой неделе ещё ни одного батона хлебушка с неба не принесла. Всё съедаю по дороге, стресс заедаю. Я много времени провожу дома, пытаюсь настроиться на хорошее, поэтому постоянно мешаю соседям выспаться, если вы понимаете, о чём я. Но это мне приносит огромное удовольствие. А ведь выходить на сцену и радовать зрителей и жюри можно только в хорошем настроении. Ну что ж, божья коровка, собралась и полетела на ваши хлопающие ладошки. Какая миленькая! Божья, это детские! Ты пчела, я пчеловой, а мы любим мёд, а не повезёт, с тобой мне повезёт. Ты пчела, я пчеловой, а мы любим мёд, а не повезёт, ты танцу несёт. Никто не узнает, куда пропадали, пчёлами летали до утра. Жужжали, жужжали, мы над этажами, меня опьянила луна. Мы просто пчёлы, мы просто пчёлы, мы просто пчёлы, мы просто пчёлы, на всё готовы, на всё готовы. Ты пчела, я пчеловой, а мы любим мёд, а не повезёт, с тобой мне повезёт. Пчела, я пчеловой, а мы любим мёд, а не повезёт, с тобой мне всё. Субтитры сделал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! Браво! Божья коровка! Спасибо тебе за это цветочное шоу! Вот это СТС! Вот это я понимаю! Да, Божья коровка! На самом деле, это, конечно, запрещенный прием! Я, как мама твоих деток, у меня было полное ощущение, что я на утреннике, знаете, у меня текли слезы! Слушай, это и есть! Понимаешь, просто утренник с очень странной воспитательницей, понимаешь, в таком костюме! У меня было полное ощущение, что я на утреннике, поэтому, детки, спасибо вам огромное! Очень классно! Но это редкий случай, когда Божья коровка в три раза больше, чем любой цветочек, на который она хотела присесть! Спасибо! Кстати, некоторые дети прям боятся ее! А это, получается, не подсолнухи, а под танцолнухи! А теперь, как мы репетировали, а мне Машки! Скорее, 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 скорее! Вот сразу видно, кто солист в этом коллективе! Вот эта девочка далеко пойдет! У меня уже закрыто по бокам, понимаете? Она не понимает тенденции, куда идти! Когда я придумал этот номер, мне просто хотелось, чтобы Жарев улыбалась! Мне кажется, у нас получилось! А вы знаете, я даже не плакала! Я прослезилась! Спасибо! Наверное, это знак, что я готова к детям! Спасибо большое нашим очаровательным маленьким цветочкам! Прежде чем прозвучат вопросы, мы скажем спасибо не только за детей! Я вот скажу лично спасибо большое! Я первый раз услышал куплет этой песни! Ха-ха-ха! А у меня, кстати, тоже есть вопросы! Первый вопрос Сергею! Скажите, пожалуйста, сколько пьяных цыган участвовало в номере «Очи черные» у меня? Двадцать четыре! Вообще-то у нас балет не пьющий, поэтому ноль! У нас жюри пьющая, при чем тут балет? Тогда следующий вопрос, Мария! Мария, сколько детей участвовало в этом номере? Как супермама, ответьте! Пятнадцать! Почти двадцать! Я так это знала! Вот надо было мне этот вопрос задать! Клава, вопрос как к эксперту! Сколько божья коровка целовалась раз за всю историю шоу в своих номерах? Один раз! Неправда! Пять, еще один с Юрой! Вопрос к Егору! Егор! Сколько раз Егор похвалил божью коровку за ее выступление? По-моему, каждый раз, когда божья коровка выходит сюда, Егор ее хвалит! Правда! Целых пять раз! Спасибо, Егор! А я, а я отгадал! А у нас седьмая программа! Она подстроила семь, правильный ответ-то семь, но она сказала, ну ладно, пять! А я Егору все прощаю! Хоть двадцать, хоть ноль! Так что двоечники! Да, я слушаю! Скажите, пожалуйста, сколько раз Тимур танцевал во время номера «Божьей коровки»? Мне кажется, я первый раз сейчас не танцевал, потому что я был абсолютно заворожен происходящим. Это правда? Это правильный ответ? Нет, Тимур, вы ни разу не танцевали под номером. Потому что я каждый раз смотрел с открытым ртом на то, что вы делаете. Ребята, а как нас все это приблизило к отгадке «Кто за маской?» Да мы уже знаем, что под маской Анна Седокова. Скажем спасибо божьей коровке. Да, спасибо за выступление и лети на небко к своему баскетболисту. В прошлом выпуске мы узнали, что этот участник не только отлично танцует, но еще и импровизирует. Под четкий битбокс-клаб и Коки он смог на ходу сочинить стишки про всех членов жюри. И даже про меня. Чем он будет удивлять нас сегодня? Наш страшно талантливый красавчик Пугало! Привет! Привет, Пугало! Привет, Пугало! Привет, Жюри! Здрасте! Здрасте! Жюри, уважаемые! Вот вы меня называете Пугало-Пугало-Пугало-Пугало, а у меня же имя есть! Давайте знакомиться, меня зовут Кузя! Очень приятно! Кстати, Юра, представляешь, я вчера прихожу домой, а мне мамбот с папой спрашивают, сынок, а ты смотришь шумаска-танцы? Я такой, нет, нет, не смотрю, если так шифруюсь. А на костюля не смотришь! Ты что, в костюм Пугало выступаешь? Пугало, вы, видимо, за кулисами с Сатурном там стояли сейчас вместе, да? Возможно, Сатурн курит именно то, чем набито Пугало, ребята. А у нашего Пугало подсказок! Куры не клюют, потому что он их тоже отпугивает! Смотрим! Мои бесстрашные зрители, это снова я, ваш любимый модник-огородник Пугало! Расскажу вам немного, как проходят мои дни между съемками. Уже глубокая осень, в моем огороде собран весь урожай, а хранять мне нечего, поэтому я почти все время танцую. Еще вечерами люблю у телевизора зависнуть, включить СТС и приготовить себе что-нибудь вкусное и совсем простое. И вот смотрю я свой любимый канал, Ген, а там они же идут! Такие любимые, родные, внутри прям ворлит. Все, что-то есть захотелось. Но с забитым животом сильно не попляшешь, поэтому потанцую, а потом ужин. Ну, если в номинацию не попаду. Вот как двигалась эта картина, я был как художник, лепил из пластили на любовь, которую, как мне казалось, Я выдумал сам, и она получалась. Цвета те, которые мне не давались, Я взял их под сердцем, они там валялись, Так нет, не пылились, их просто не брали. Цветает кайболик, в любом на печали, Цвета цвета крови бегущий по венам, Цвета цвета крови бегущий по венам. Они так стонали, они так кричали, Я чувствовал телом, Вроде того бы, или не быть, Я хотел бы знать, как? Вот в чем вопрос. Как бы мне тебя бы не убить, Не любить тебя, как? Вот где ответ. Вот как бипа мне покажет, где бы, На раму как соль, суха, любовь, 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У вас получился классный номер Слушайте, но я хочу сказать, что это чуть ли не первый номер Где Маска полноценна, является партнером Сама ведет партнершу, помогает ей И, конечно, станцевать чисто дуэтный танец С таким количеством поддержек и в таком контакте Вот в твоем шлеме Мне кажется, это просто больших аплодисментов заслуживает Так что спасибо тебе огромное Спасибо Может быть, появились какие-то догадки? Я хотела сказать, Пугало, мне тоже безумно понравилось Ты, конечно, огромный трудяга Продолжай в том же духе Так же нас радовать А версия у нас пока что одна Ну, я могу еще одну версию Исходя из подсказки Где наш Пугало говорит, что он может смотреть по СТС Какое-то некое шоу и то же самое кушать Ну, я думаю, что речь идет про уральских пельменей Вот, но является ли он частью этого коллектива? Я не знаю Если является, то я бы сказал, что это может быть Сергей Исаев А вы знаете, несмотря на то, что сегодня я забыла Все свои записи, сочинения, которые я писала на протяжении семи программ Я помню, что в первом выпуске одной из таких важных подсказок было то, что наш уважаемый Пугало собирает комментарии на YouTube И возможно, что все-таки под маской не Слава Макаров, а какой-то видеоблогер Опять же, версия Димы Масленникова для меня до сих пор, например, актуальна Ну, Дима Масленников шикарно танцует Да А мы еще Ярушина забыли Мы же там Ярушина искали внутри Ярушина и Шестуна Мне кажется, все-таки Вячеслав Макаров Я тоже согласен Да Пока круче этой версии, версии нет Вот это жизнерадостность Вот это небольшое такое творческое сено Спасибо и до встречи, кто бы ты ни был Спасибо, спасибо большое Спасибо, Пугало Я скоро прыгнула Иди скорее за кулисы Кстати, за кулисами буквы «Д» стоять необязательно Ты не на работе Уже седьмой выпуск шоу «Маска танцы» А жюри все гадает, мальчик или девочка скрывается под этой маской Еще пару выпусков, и она сама устроит для них гендер-пати с тортом с розовой или голубой начинками Встречайте, загадочная частюля «Щетка» Привет-привет, «Щетка» Всем привет! «Щетка», посмотри, пожалуйста Я решила тебя сегодня поддержать Спасибо тебе большое Вообще, я считаю, что «Щетка» несправедливо попадает постоянно в номинации Я прошу наших дорогих зрителей посмотреть внимательно выступление «Щетки» Я считаю, что это реальный победитель И она реально может дойти до финала Я с тобой, я, мы, «Щетка» Спасибо тебе большое Предлагаю посмотреть, какие подсказки нашла «Щетка» после генеральной уборки в своем прошлом Привет, любимые! Знаете, этот мир танцев, который я открыла для себя, оказался невероятно потрясающим Я и не знала, что в мире есть то, что я могу делать так же круто, как и наводить чистоту Но главное, что мне понравилось, открывать для себя что-то новое Но признаюсь вам, иногда я открываю и кое-что старое Бывает, открою и смотрю, а потом закрываю И так 48 раз за день Видимо, надеюсь, что внутри появится что-то особенное Иначе зачем нужны такие открытия? А пока у меня есть время, чтобы исполнить свой новый танец Субтитры сделал DimaTorzok 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4, 5 И как раз это делается И как раз это делается Продолжение следует... 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 3, 2, 1. Голосование окончено. Большинством ваших голосов 60,5% отправляется в номинацию. Отправляется в номинацию. Божья коровка. Вторым номинантом становится Божья коровка. А значит, что с Пугало и с Щеткой мы увидимся через неделю. Поздравляю вас, Пугало! Бегите за кулисы. Поздравляю вас, Щетка! Отправляйтесь в следующий выпуск. Божья коровка, номинация – это совсем не страшно. Не переживай. В финале выпуска будет второй этап голосования. А там может произойти все, что угодно. Божья коровка, я обниму тебя на удачу. Не прощаемся и будем надеяться на лучшее. Юра! Хватит уже! Юра! Настоящая? Да я просто подумал, что передача скоро закончится. Надо уже получать какие-то кайфы. Настало время для выступления третьей группы участников. Представляю вам первого из них. В прошлом выпуске все члены нашего жюри сошлись во мнении, что эта маска обладает огромным потенциалом и может танцевать гораздо лучше, чем показывает нам. Или, как коротко выразился Сергей Светлаков, он халтурит. Давайте узнаем, внял ли словам нашего жюри этот участник или снова будет танцевать на своем. Встречайте, Черный Лебедь! Привет, Черный Лебедь! Как прошла твоя подготовка к сегодняшнему выпуску? Да, отличненько! Давайте подсказку и танцевать. Мы жаждем танцев. Так быстро, так скоро. Просто когда мы видим Лебедя, мы хотим сразу же понять, что за танец нас сегодня скосит. Тогда самое время посмотреть подсказку от Черного Лебедя, которую он принес с Птичьего базара. «Люди, люди, га-га-га! Подсказку хотите? Да-да-да», я за вас ответил. Знаете, мне немного обидно, что мои танцы считают какими-то несерьезными и смешными. Не понимаю, в чем дело. Я даже могу упасть на глазах у изумленной публики и вызвать смех. Но на этом шоу я делаю серьезные драматические номера. А все веселятся. Может, это из-за шеи? Точно из-за нее. Ладно, с этим разобрались. А самое обидное вот что. Я птица высокого полета, а мне чем ниже, тем комфортнее. С этим я разобраться уже давно не могу. И сегодня вряд ли это сделаю. Поэтому пойду пешком на сцену. А то голова может закружиться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Чёрный лебедь! Ну что за птица? Давайте, чтобы снять небольшое нависшее сексуальное напряжение, для начала послушаем Егора. Друзья, это отличный номер, спасибо, отличный номер был бы, если бы лебедь потрудился приехать на репетиции, но есть ещё, мне кажется, за что хвалить лебедя, потому что все, абсолютно все маски жалуются на то, что им в этих масках, в этих костюмах вообще ни черта не видно. Так, так. А Чёрный лебедь умудряется в этом костюме подсматривать за всеми участниками номера, для того, чтобы понять, что же ему танцевать. Постоянно, какой диджей? А, это пошло. В эту сторону, в эту, в эту. Я не верю каждую участницу поведа, потому что это всё-таки девчонки из моей бухгалтерии. Дорогой Чёрный лебедь, я хотела сказать, что у тебя очень красивые сексуальные ноги, и я постоянно на них смотрю, но сегодня вот этот финал, это просто вау. А что, если под маской Чёрного лебедя чисто по приколу Мигель? Нет, Мигель бы так не отвечал. Здесь всё-таки человек, с которым точно можно рассчитывать на юмористический ответ, который к этому готов. Я сейчас говорю, как пьяный человек в зоопарке, мне очень приятно общаться с лебедем. У нас идёт прямой разговор, контакт, вопрос-ответ накрыл. Всё, всё хорошо. Я всё-таки думаю, что версия с Володей Маркони очень-очень состоятельна. Не знаю, ещё какие варианты можем накинуть. Так может себя вести и торчать с себя, и заставлять всех торчать с него Лёша Чумаков, конечно. Вот. Это хорошая версия тоже. Мне кажется... А из пельменей кто-нибудь может быть? Максим Ярица, да, перед нами. Друзья, так может быть, тогда не будем мучить Чёрного лебедя, попрощаемся, встретимся в номинации, и всё хорошо. Вы жюри, как вы скажете, так мы и сделаем. Я думаю, что этого персонажа заставят ещё поплавать в нашем пруду. Увидимся, Чёрный лебедь. Спасибо, Чёрный лебедь. Спасибо огромное, было классно. Желаю вам сегодня не попадать в номинацию, чтобы у вас не прибавилось седых перьев. Вот как. Опа, шик. Наша следующая маска находится в потрясающей спортивной и танцевальной форме. Она делает самые сложные и самые красивые номера. А жюри её просто обожает. Именно так она попросила себя представить. А это так и есть, встречайте, скромница-лягушка. Привет, лягушка. Как я рад тебя видеть. Если бы у меня был хвостик, я бы повелял, чтобы это засвидетельствовать. Если бы у меня был хвостик, я бы тоже им повеляла. Да, красиво. Всем привет. Привет, привет, лягушечка. Давно не отправляла нам воздушных поцелуев. Нет, 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 лягушечка, пожалуйста, тюрьмовой. Ну, ладно, хорошо, тюрьмовой. Давайте так. Да! Ну, я бы сказал, такой крепкий питерский поцелуй. Ну, тогда нам нужно добавить, что лягушечка ещё давно не твёркала. Зрители будут в экстазе, правда, друзья? Я просто с тобой для меня подержал. Отправь нам воздушный твёрк. Анечка, меня заставили. Нам, наверное, после твёрка только подсказку, и будет понятно, кто это. Конечно. Подсказку в студию. Самое время надеть высокие резиновые сапоги и отправиться на болото за подсказками от лягушки. Главное, клюкву не собирайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Мне показалось, или мои подсказки только запутывают вас ещё больше. Тогда держите ещё одну. Уверена, что вы знаете, что такое лягушечки лапки. Ну, или, по крайней мере, слышали, что это что-то изысканное. Но, поверьте, мои лапки могут намного больше, чем просто быть вкусными. Во-первых, мои задние лапки выдают такие хореографические комбинации, что сам Егор Дружинин иногда с завистью смотрит на них. А, во-вторых, мои передние лапки могут сделать так, что вы без лапки меня узнать не сможете. Ну, а пока что держитесь, Егор, я уже скачу на сцену. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Какой чувственный номер? У меня мурашки. Субтитры сделал DimaTorzok И пошли кто-то из ртов наших пошли. Я думаю, что сейчас будет танец таких ГИБДДшников. Вот. А потом такая лирика началась. И когда ты бросалась этой красивой маловесящей икрой, тоже было такое... Ты сама кайфовалась сейчас? Да, очень. Я первый раз, наверное, кайфовала. О, первый раз. Слушайте, ну такой красивый номер. Самое главное, что у лягушки был такой момент одиночества, но она с ним замечательно справилась. Вот это соло в начале номера. Вам очень шло, дорогая лягушка. Спасибо. Я очень старалась. Мы видели, что вы старались, и при этом, что не было ощущения, что вы хотите понравиться, а просто хотите сделать все здорово. И мне кажется, у вас получилось. Спасибо. Мне только жаль, что в этом номере было мало, ну, таких хореографических задач перед лягушкой, потому что лягушка замечательно с ними справляется, но надо отдать должное умение собираться в поддержке, особенно учитывая вот эту маску, этот костюм, тоже дорогого стоит, потому что нам кажется, что партнеры нас поднимают, множество рук, казалось бы, чего там не сделать. Но на самом деле это все не так просто. И еще я хотел, конечно, отдать вам должное за то, что я уверен, что внутри этой маски живет жизнерадостный, позитивный, оптимистичный человек. И, конечно, этот номер, он абсолютно на сопротивлении. Да, 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 я хотела, чтобы вы это поняли. Мне на самом деле хватило как будто танца. Мне кажется, что иногда как будто сильно много танца может отвлекать. А здесь вот я покрылась мурашками и вот эту эмоцию получила, которая для меня отозвалась прямо в сердце, поэтому большое спасибо. А вы знаете, у меня полное ощущение счастья. Я смотрела с огромным удовольствием. Я даже не хочу гадать, кто там, просто хочу еще продолжать вот оставаться в этом состоянии. Спасибо огромное. Уважаемые члены жюри, но вы забыли свою главную функцию. Вы должны угадывать, кто под этой маской. Нету никаких предположений у меня, по крайней мере. Вот для меня лягушка такая же загадка, как щетка, к сожалению. А вам не кажется, что лягушка нас обманывает и там все-таки Женя Медведева? Она очень похожа. У меня эта версия живет со мной и не исчезает. Просто я никогда Женю не наблюдал в жизни. Она что, такая веселушка? Да. Но мне что-то кажется, что там не Женя. Когда кажется, не кажется. Вот. Ну что ж, спасибо, лягушка, за этот фантастический номер. Каждый раз мне хочется прощаться. А я, в общем-то, и не буду, потому что есть голосование. Так что мы еще увидимся на этой сцене. Перед тем, как я объявлю последнюю на сегодня маску, хочу процитировать Симура Родригеса. На этой планете постоянно только три вещи. Зимой всегда идет снег, по утрам встает солнце, и эта маска танцует так, что у нас отваливается челюсть. Держите ваши челюсти, а она снова спешит к нам со своим танцем. Зебра! Привет, Зебра! Привет, Зебра! Здравствуй, красавица! Привет! Я так, по-моему, соскучилась совсем. О, спасибо, и мы по тебе скучали. А мы-то как? Я всю программу жду-жду-жду-жду-жду-жду-жду-жду-жду-жду-жду. Жду-жду-жду-жду-жду-жду. И только тут, в конце я. А потому что вкусненькое напоследок всегда оставляет. Ну, давайте тогда не будем долго говорить, посмотрим подсказки и уже замечательный номер Зебры. Наша Зебра танцует даже в своих подсказках, поэтому давайте скорее их посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем зебринный привет! Я уже пританцовываю от радости. Ведь я рождена сделать вас счастливыми. Меня недавно спросили. Зебра, а кто твой любимый исполнитель? Хорошо, что это не спросил Тимур Адрюгес, иначе бы я соврала. Потому что есть одна красавица, которая мне очень нравится. Про нее даже можно сказать рабочая лошадка. Она постоянно танцует. Я даже некоторые движения у нее подглядела. Она меня вдохновила на то, чтобы покорять новые танцевальные вершины, много трудиться и достигать совершенства. Все, нет больше сил здесь стоять, бегу на сцену танцевать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Молодец! 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 Зебра! И-ха! Скачи к нам на сцену! Прямо в центр! Дамы, мое почтение. Так, Зебра, я шериф этого шоу. Задерживаю вас за то, что вы слишком хорошо танцевали. Это какая-то танцевальная машина. Это не человек. Я Зебра, конечно, лучшая. Рабочая лошадка. Обижайте, ну. Хореограф, когда увидел Зебру, он так и сказал, да на вас только пахать. Зеброчка, дорогая, спасибо огромное за номер. Вы моя любовь, так и знаете. И знаете еще что? Когда я сегодня ехала на съемку, со мной случилась мистическая история. Я сидела в такси, вспомнила, что завтра улетаю к океану, и в эту же секунду зазвучала по радиопесня. Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве. Я подумала, что это может быть Мари Крамберери. Вы знаете что? Мари уже просто говорит, ведет, стоит, как зебра. Мне кажется, что там 100% Мари Крамберери. Вот так. А когда Маша вышла из такси, открылся багажник, и там в багажнике лежала зебра, тут все мистические пути. Но она бы не стала выкладывать фотки с Мальдиев. Но она мне отправила воздушный поцелуй. Мари Крамберери отправила по мне невоздушный. Просто действительно, так как танцуют наши зебры, не танцует никто. Но Мари Крамберери тоже танцует очень круто. Марина вообще лучшая. Вот, понимаете? На поцелуйчик я Тимура отправила. Спасибо. Я бы не сбрасывал Юлю Ковальчук тоже с наших версий. Слушайте, а мне почему-то кажется, что версия с Адушкиной, она правильная. А Кристина Асмус, которая занималась гимнастикой, и, скорее всего, танцами, наверное, тоже. Вот тут мы как бы не знаем, может быть, вы кто-то... Ну тут перед нами прям супер профессионал, мне кажется. Да, перед нами очень хорошо танцующий человек. И я вынужден сказать, что художественная гимнастика и танцы это не всегда то, что идёт рука об руку. Ну не знаю, мы вот так вот можем, вот так вот, раз... Помогай, помогай, дружочек. А теперь Юра, просим, просим. Шпагат. Я помогу, помогу. Пускай в этом салуне прольётся кровь. Вот так Юрка представляет себе шпагат. Сильно мы, опять же, не продвинулись. Мы гуляем возле двух, наверное, трёх вариантов. Трёх, да. И новых не возникает, к сожалению. Но что можно констатировать? Это стабильное, крутое выступление и заявку на победу. Да, Зебра, мы тебя очень любим. Спасибо огромное. А я вас очень люблю, спасибо большое. Браво. И если у вас нет новых версий, то мы можем отпустить нашу таинственную маску. Спасибо. Зебра, беги скорее за кулисы. После такого танца надо как следует отдохнуть. А у тебя ещё перелёт с тремя пересадками до Африки. А до этого ещё и голосование. Настало время для третьего зрительского голосования. Прошу выйти на сцену участников третьей группы. Чёрный лебедь, лягушка, зебра. Нам уже не терпится вас снова увидеть. О, мы вас снова видим. Дорогие зрители в зале, судьба этих героев вместе с пультами у вас в руках. Сейчас вы выберете третьего номинанта на снятие маски. Им станет тот, кто наберёт наибольшее количество ваших голосов. Три, два, один. Голосуем. А можно всех оставить? Правильно говорить, можно всех посмотреть. Три, два, один. Голосование окончено. 51,3% зрительских голосов хотят, чтобы сегодня в номинацию попал Чёрный лебедь. Чёрный лебедь становится третьим номинантом. А лягушка и зебра отправляются готовить новые фантастические номера. С этими девчонками или мальчишками мы встретимся в следующем выпуске. Чёрный лебедь, не расстраивайся. Ты тоже потрясающий. Поэтому зрители тебя и выбрали. С тобой мы встретимся на финальном голосовании. Мои объятия на удачу и аплодисменты зрителей только для тебя. Кошелёк проверь. Это ж не цыганская птица. Мы посмотрели все выступления загадочных масок. Впереди самое главное. Один из таинственных участников снимет маску, и мы узнаем, кто же под ней скрывался. Встречайте сегодняшних номинантов. Свёкла, Божья коровка и Чёрный лебедь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Итак, финальное голосование. Сначала голосуйте вы, уважаемые зрители в студии. У вас есть возможность спасти одного из участников. Тот, кто сейчас наберёт наибольшее количество голосов, продолжит участие в проекте. Три, два, один. Голосуем. Ну, вообще часто они голосуют, так как мы вообще не ожидаем зрителей. Мне кажется, спасут Срёклу. А мне кажется, Лебеди тоже. Три, два, один. Голосование окончено. 45,8% голосов зрителей в зале Решили спасти. Юра. Юра, блин! Юра, не делай так. Юрия Музыченко. Чёрного лебедя. Чёрный лебедь продолжает участие в шоу Маскотанцы. Его любят, его любят наручные. Тебе пора, тебе пора бежать. И готовиться к следующему выпуску. Мне кажется, на следующую программу Юра обрастёт перьями после этих объятий. Немного. Спасибо, Чёрный лебедь. Порхай, как лебедь. Танцуй, как чёрный лебедь. Уважаемые жюри. Судьба двух оставшихся масок теперь зависит от вас. Назовите только одно имя, кто сегодня должен снять маску. И начинаем мы с Марии Горбань. Если, по крайней мере, под маской Божьей коровки мы хотя бы... Ну, у нас есть какие-то предположения по поводу свёкалки. Ну, вообще никаких догадок. Поэтому я хочу, чтобы свёкалка продолжила дальше. А Божья коровка, прости меня, пожалуйста. Мария Горбань за то, чтобы маску сняла. Божья коровка. 1-0. Клава Кока. Мне хочется оставить обеих девчонок. И пускай сегодня решение принимают мужчины. Я просто проголосую за свёклу, чтобы был 1-1-1. Чтобы поддержать Божью коровку. И ещё раз скажу, что мне очень не хочется с вами прощаться. И мне очень жаль, что такая вообще ситуация допустилась сегодня, что вы обе в номинации. Спасибо, Клава. Клава Кока выбирает свёклу. И счёт становится 1-1. Тимур Родригес. Я предпочитаю судить, наверное, вот по последним, так скажем, достижениям. И мне кажется, что сегодня номер сильнее был у свёклы. Поэтому я сниму голову с Божьей коровки. 2-1 Сергей Светлаков. Это вы. И вам слово. Егорыч, давай ты сначала. Дело в том, что сегодня у свёклы действительно был такой классный номер. Но Божья коровка пообещала мальчикам то, что не пообещала свёкла. И так как мы находимся на семейном канале, и я женат, я хочу, чтобы дальше пошла свёкла. То есть вы хотите снять маску с Божьей коровки. Итак, три голоса за то, чтобы маску сняли с Божьей коровки. Но что скажет Егор Дружинин? Это не очень важно, но очень интересно. Друзья мои, я просто поблагодарю и ту, и другую участницу за блестящие номера. Я хочу, чтобы маска была, наверное, всё-таки снята с Божьей коровки, потому что я догадываюсь, кто за этой маской прячется. И понятия не имею, кто прячется за свёклкой, для того, чтобы просто сохранить интригу. Спасибо. Получается впервые счёт 4-1. Жюри решила, что сегодня снимет маску Божья коровка. Свёклка, ты была в одном шаге от выбывания, но тебе повезло, и ты продолжаешь участие в шоу. И тебе тоже помогли мои объятия на удачу. До скорых обнимашек и встречи. Тебе, Божья коровка, мои объятия, к сожалению, не помогли. Но сейчас для тебя настанет самый важный момент на нашем шоу. Ты снимешь маску. Ну а перед тем, как Божья коровка покажет нам своё истинное лицо, я прошу жюри озвучить ваши последние предположения, кто же скрывается под этой маской. Если под этой маской не скрывается Анна Седокова, я буду очень удивлён. Мне кажется, там Анечка Седокова. Гарик Сукачёв. Спасибо. Я всё ещё жду его. Вы представились, а кто под маской? Он же, он же. Спасибо. Анюта Седокова. Видите, я снимаю шляпу перед Божьей коровкой, поэтому я очень надеюсь, что там и Аня, и надеюсь, что там не она. Пусть будет так, как будет. Если не брать в расчёт версию Сергея Светлакова, хотя она имеет место быть, то все единогласно решили, что там Анна Седокова. Ну, а теперь самый главный момент шоу «Маска. Танцы». В седьмом выпуске снимет маску Божья коровка. Все вместе, а? Маску! И это певица, актриса, телевизор. Радио-ведущая, автор песен и просто красавица Анна Седокова. Это вам. Анюта! Вы знаете, я хочу сказать, что... Привет! Как круто вас видеть. Я хочу сказать, что какое-то время назад у меня было два желания. Я хотела свой телевизионный проект и научиться танцевать. Теперь я понимаю, что нужно конкретнее формулировать свои желания. В проекте мне больше всего хотелось остаться хорошим человеком, делать красивое, и надеюсь, что у меня это получилось. Аня, спасибо тебе огромное, потому что твой путь был ярким, красивым. Безусловно, ты украшение этого проекта. Для нас было одно время загадкой, но как только возникла версия, что это может быть ты, мы по-другому не смогли просто смотреть на эту маску. Анечка, ну какая ты красивая. Как же здорово, что ты сняла эту маску. Как я рада видеть тебя без нее. Я рада с вами познакомиться ближе. Да, очень. Я в восторге. Привет! Привет! Я очень рада тебя видеть. Очень мне грустно, что ты покидаешь проект. Мне бы хотелось тебя увидеть в финале. И мне кажется, что очень чувствовала, что ты свою душу вкладывала в каждый номер. Реально. Вы знаете, я настолько вкладывала всю душу в проект и настолько им жила, что даже каждую шапочку ребенку я шила сама, которая сейчас выйдет на эту сцену. И для меня как будто бы сейчас, не знаю, закончилась какая-то очень большая, важная часть жизни. И мне правда очень грустно, но, наверное, именно этим номером должна была закончиться мое участие в этом шоу. Потому что этот номер, когда я его придумывала, мне хотелось подарить огромное количество любви каждому телезрителю. И, наверное, себе тоже чуть-чуть. В каждом танце мы видим твое отношение к тому, что ты делаешь. И поэтому вокруг тебя и то, что ты делала, всегда было очень красиво. Спасибо тебе огромное. Анечка, а еще мы знаем, что там все натуральное, настоящее, наконец-то, нам не нужно гадать. Нет, Маша, у меня большой слой поролона здесь. Давайте еще раз насладимся вашим танцем. Уверен, что все будут рады увидеть ваш удивительный номер на бис без маски. Хорошо. Пожалуйста. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, и в танцы унесет. Никто не узнает, куда пропадали, с пчелами летали до утра. Жужжали, жужжали, мы над этажами, меня опьянила луна. Мы просто пчелы, мы просто пчелы, на все готовы, на все готовы. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, Это была восхитительная Анна Седокова. К сожалению, мы прощаемся с одной из самых трогательных масок нашего шоу. Давайте поаплодируем этим прекрасным детишечкам. Анна, спасибо вам за участие в шоу «Маска танцев». Вы смотрели седьмой выпуск самого таинственного танцевального шоу «Маска танцев». Как же трудно прощаться с нашими масками. Но таковы правила шоу. Кстати, согласно этим правилам, вы просто обязаны посмотреть следующий выпуск «Шоу «Маска танцы» на СТС». Я буду ждать вас здесь. До встречи. Пока. Я жду. Прямо здесь. Right here. Right now. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова